На календаре весна, за окном зима. Киров опять завалила снегом. Горожане жалуются на скользкие тротуары и сугробы. А что отвечают в администрации? Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Давичи». Меня зовут Светлана Халявина. Здравствуйте. С апреля в России стартует весенняя призывная кампания. В правительстве Кировской области рассказали, какой план на этот год и какие изменения вступили в силу относительно возраста новобранцев. Случись какая-то ситуация с этим мостом, это колоссальная потеря, во-первых, для граждан будет. Старый мост пугает своим видом, пишут кировчане в соцсетях. Переправа покрылась ямами. В каком состоянии объекты и когда его капитально отремонтируют? Жители нескольких домов в Коминтерне сегодня могут остаться без воды. Когда завершатся ремонтные работы на водоводе и куда звонить, если в кранах пересохло? Прокуратура обратилась с иском в суд. Прогулка по Иранску закончилась травмами для 15-летнего ребенка. На него напала собака. Какое наказание понес хозяин пса? Долгожданный ремонт областной кровеческий музей преобразится к юбилею города. Работы уже начались. Зима вернулась. За сутки в Кирове выпало столько снега, что появились сугробы. Это при том, что буквально пару дней назад все таяло. В администрации отчитались. К снегопаду подготовились заранее. За сутки из города вывезены тысячи кубометров снега. Подрядчики усилили работу на проезжих частях. Их посыпают противогололедными материалами. Используется галит. Его распределяют комбинированные машины. Стоит задача обеспечить безопасность дорожного движения. Также продолжается работа по очистке дождеприемных колодцев. Участки, где скапливается вода, осматривают и при необходимости прочищают, отметили в мэрии. Проходим по ручной очистке и доработке остановок, пешеходных переходов и лестниц. На проезжих частях у нас сейчас работают КДМки с противогололедными материалами. Особое внимание дорожников сегодня сосредоточено на тротуарах. На пешеходных частях, кроме спецмашин, работают больше ста специалистов ручного труда, рассказали в администрации города. В первую очередь снежную кашу убирают с подходов к пешеходным переходам, с остановок общественного транспорта и с лестничных маршей. Ведется работа по обращениям кировчан. Участки, на которые поступают жалобы, включают в план работ. Перед подрядчиками поставлена задача убрать лед на тротуарах и обеспечить безопасность пешеходов. А вот безопасность водителей под угрозой, особенно тех, кто ездит по старому мосту. Кировчане жалуются на ямы и колейность. Такие дорожные условия могут спровоцировать ДТП, да и подвеску жалко. Об этом пишут люди в соцсетях. Гуляющие по нижней набережной в свою очередь отмечают, что штукатурка переправы обвалилась, а арматура оголилась. В дирекции благоустройства рассказали, что капитальный ремонт Старого моста запланирован на 2027-2028 год. Последний раз подобные работы проводились в 2008 году, это нормальный срок. Конкретные суммы на ремонт пока неизвестны, но они будут значительными. Гораздо раньше летом проведут фрезерование проезжей части, уберут колейность, залатают ямы горячим асфальтом, карточным методом. А вот что сделано уже сейчас. Мы провели обследование Старого моста буквально в начале марта этого года мы произвели ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. То есть были убраны те дефекты, которые влияли на безопасность дорожного движения. С апреля стартует весенняя призывная кампания, сообщили в правительстве Кировской области. В прошлом году на срочную службу вооруженной силы было направлено более 2,5 тысяч призывников из нашего региона. С 1 апреля 2024 года начнется очередная призывная кампания, главным изменением которой является повышение призывного возраста. В армию будут призывать граждан с 18 до 30 лет. Военный комиссар Кировской области Геннадий Боков отметил, что задача на предстоящую весеннюю кампанию – призвать более полутора тысяч человек. Хозяин собаки, которая напала на ребенка в Яранске, выплатит пострадавшему компенсацию 30 тысяч рублей. Как уточнили в областной прокуратуре, все произошло зимой прошлого года в районном центре. Пес на самовыгуле искусал 15-летнего мальчика. Ребенок получил травмы. В нескольких домах в Коминтерне сегодня могут быть перебои с водой, предупредили в администрации города. На улице Мостовой ведутся работы по ремонту водопровода. Проблемы с ресурсом могут быть в домах номер 15, 20, 21, 22, 23, 24 и 26 по улице Мостовой. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 40 84 00. Ремонт должен завершиться к четырем часам. А вот этот ремонт – важное и долгожданное событие для кировчан и гостей города. Знаковый культурный объект преобразится к юбилею Кирова. Речь о здании областного краеведческого музея сообщили в региональном правительстве. Работы уже начались. В порядок приведут входную группу, отреставрируют фасад здания, крышу и установят подсветку. Из областного бюджета на эти цели выделено более 11 миллионов рублей. Здание – объект культурного наследия с 200-летней историей. Оно находится в историческом центре Кирова на месте знаменитых торговых рядов. Кировический музей ежегодно принимает тысячи туристов. А в юбилейный год их количество ожидаемо возрастет, отмечают сотрудники музея. Поговорили по душам, спасли брак. Во всех ЗАГСах России должны появиться бесплатные консультации с психологами и медиаторами. Такую идею высказали депутаты Госдумы. Оказать поддержку специалисты должны прежде всего семейным парам, которые испытывают сложности в отношениях, а то и вовсе решили расторгнуть брак. Инициаторы уверены, такая мера поможет сократить число разводов в стране. Кстати, в ряде регионов уже действуют подобные программы. Например, в Татарстане бесплатная услуга психологов уже доступна. А в столице республики для пар, находящихся на грани развода, существуют комнаты примирения. Мы решили спросить у наших подписчиков, как можно сократить число разводов. В группе «Девятка ТВ» запустили опрос. Заходите, голосуйте. Итоги подведем в вечернем выпуске «Дайвичи». А пока эфир продолжит рубрика «Мобильный опрос». Можно литературу читать, которая вообще, в принципе, человека духовно обогащает. Если человек внутри меняется сам, наверное, и человек, который рядом с ним меняется, тогда можно избежать конфликтов, каких-то, не знаю, кризисных моментов. Потому что я читаю, любовь, вы знаете, она ведь имеет все грани. Отпрощение, ненависть, принятие, непринятие. И все пары через это проходят. Но чтобы это пережить как-то экологично, нужно себя духовно просвещать. Наверное, нужно сначала обсудить между собой и, возможно, обратиться к специалистам, психологам, как вариант. Очень внимательно надо искать себе спутника жизни. Не надо просто так к этому относиться. Но если вот судьба сложилась так, что да, развод неминуем, стоит ли сохранять брак? Нет, не стоит, ни в коем случае не стоит, потому что у каждого человека своя жизнь. И поэтому надо жить ее так, как подсказывает сердце. Многие очень поспешно выходят, на самом деле. Замуж, женятся. Очень быстро, не думают о дальнейшем, не продумывают просто и все. Влюбились, вышли, а дальше поссорились, развелись. Расстаться? Они, мне кажется, все равно останутся. Лишняя помощь никогда не вредна бывает. Вот такая услуга психолога, как вы думаете, она будет действием? Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что многие теряются, не знают, как найти выход в этой ситуации. И в конце выпуска добавлю, что оперативно следить за новостями можно в наших социальных сетях. Пишите, присылайте видео, номера на ваших экранах. Ну а наш эфир продолжит прогноз погоды и программа «За базар». А у меня на этом все. В студии работала Светлана Халявина. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!